112 миллионов рублей задолжали заводу и водоотведение жителей Нижневартовска. Ресурсоснабжающая организация вынуждена идти на крайние меры. Вместе с судебными приставами представители компании выезжают к неплательщикам для ареста имущества в счет погашения долга. Телевизоры, компьютеры, телефоны и даже автомобили. Судебные приставы могут арестовать любое имущество, без которого можно прожить. Если долг не погасить, вещи уйдут с молотка. Но прежде чем изъять технику или машину, неплательщика нужно застать дома. Чаще всего дома просто никого нет, либо двери открывают дети. В этом случае приставы оставляют уведомления о возбуждении судебного производства. Если за 10 дней человек не свяжется с ними или не оплатит долги, его банковские счета могут арестовать. В этом случае придется возместить не только долг, пеню, но и судебные издержки. Свыше 3 тысяч для произведения описи и ареста имущества. Свыше 10 тысяч уже там другие действия, вплоть до ограничения права выезда должника с предупреждением, с вручением постановления об ограничении права выезда. Задолженность горожан от нескольких тысяч до более крупных сумм. Сегодня нижневартовцы недоплатили поставщикам ресурсов 112 миллионов рублей. У многих вышедшие из строя приборы учета, то есть они не приводят их в порядок, поэтому у них идут большие начисления. И, соответственно, копится большая задолженность. Из-за недополученных средств нижневартовские коммунальные системы не могут должным образом проводить ремонтные работы сетей, модернизацию сетей. Ежемесячно ресурсоснабжающая организация рассылает как минимум 4 тысячи уведомлений для досудебного урегулирования проблем с должником. Однако реагирует на них лишь малая часть горожан. В прошлом месяце долг погасили около 2 тысяч вартовчан. При этом остаются должны почти 12 тысяч человек. Святослав Балконский, Эльдар Ибрагимов, Вести Югория, Нижневартовск.